Дерь Спилгель, Германия Почему мужчины живут меньше? Ирине Берес Дерь Спилгель, Германия 6 апреля 2019 года Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, ежегодно публикует информацию об уровне жизни человечества. В этом году статистики ВОЗ озадачились вопросом, от чего зависит различная продолжительность жизни мужчин и женщин. Важно учитывать, что, несмотря на то, что статистики ВОЗ за 2019 год пишут свои истории в цифрах, последствия касаются реальных людей, подчеркивает в предисловии глава ВОЗ Тедросадханам Гебреисус, Тедросаданам Гебреисус. 6 выводов 1. В мире рождается значительно больше мальчиков, чем девочек, но со временем соотношение между ними изменяется в этом году. По оценке ВОЗ, в мире родятся более 141 миллиона детей. При этом наблюдается существенный перевес пользы мальчиков – 73 миллиона против 68 миллионов девочек. То есть на 100 девочек приходится почти 107 мальчиков. Однако поскольку мужчины умирают раньше женщин, это соотношение со временем изменяется. В возрастной группе 50-54 лет разница в 2016 году выровнялась, а среди людей в возрасте 60-64 лет женщины уже оказались в большинстве – 100 женщин против всего 95 мужчин. В более старших возрастных группах эта тенденция стремительно усиливается. 2. Женщины не только дольше живут, но и дольше остаются здоровыми и продолжительность жизни людей увеличивается по всему миру. В наше время мальчики доживают в среднем почти до 70 лет, девочки – до 74 лет. Это примерно на 5 лет дольше, чем в 2000 году. При этом разница между продолжительностью жизни обоих полов стабильно составляет более 4 лет. Увеличивается также время, на протяжении которого люди остаются здоровыми. По данным ВОЗ, родившиеся сегодня дети могут радоваться, что проживут в добром здравии 63,3 года. Есть, однако, разница между представителями обоих полов. У женщин эта цифра составит 64,8 года, а у мужчин всего 62,0 года. 3. Есть много причин, по которым мужчины умирают раньше. Более короткая продолжительность жизни мужчин имеет множество причин, утверждают исследователи. Из 40 наиболее частых причин смерти 33 влияют на продолжительность жизни мужчин сильнее. Главное различие приходится на ишемические болезни сердца. Они обходятся мужчинам в 0,84 года жизни по сравнению с женщинами. ДТП – 0,47 года. Рак легких – 0,4 года. Да, хронически абструктивные болезни легких – 0,36 года. Другие причины связаны с гендерными ролями. Поскольку мужчины чаще трудятся в транспортном секторе, они чаще становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий. У мужчин риск погибнуть в ДТП в возрасте старше 15 лет более чем вдвое выше, чем у женщин. 4. В развитых странах разница в продолжительности жизни намного больше, чем в развивающихся странах. Чем беднее тот или иной регион, тем меньше разница в продолжительности жизни мужчин и женщин. Это связано, в первую очередь, с опасностями, сопряженными с беременностью. В более чем 90% стран с низким уровнем доходов населения на 1000 женщин приходится менее 4 акушерок. Это имеет свои последствия. В странах с низким уровнем доходов населения даже в наши дни во время беременности или родов умирает каждая 41-я женщина. В странах с высоким уровнем доходов населения умирает лишь одна из 3500 женщин. Кроме того, в бедных странах больше людей умирает от инфекционных заболеваний, которые поражают в равной степени и мужчин, и женщин. В богатых странах, в свою очередь, разница в продолжительности жизни в большей степени зависит от таких факторов как экология и нездоровый образ жизни. Так, в странах с высоким уровнем доходов населения потребляется намного больше алкоголя и сигарет. В большей степени это касается мужчин. Согласно докладу ВОЗ, они в 2016 году курили в 5 раз чаще. Женщины потребили в 4 раза больше алкоголя, чем женщины. Если бы мужчины имели больший доступ к здравоохранению, в частности, если бы они активнее лечили гипертонию, то их продолжительность жизни выросла бы, утверждают исследователи. Однако основными факторами увеличения продолжительности жизни, по их мнению, стали бы отказ от табака, алкоголя и нездорового питания, а также лучшая защита от дорожно-транспортных происшествий. 5. Суициды и убийства. Проблемы в Америке и Европе в мировом масштабе. Большинство убийств относительно численности населения совершаются в американском регионе наблюдений ВОЗ, в который наряду с Северной Америкой входят также Центральная и Южная. В европейском регионе наблюдений, включающем в себя также Россию, совершается наибольшее число самоубийств. Среди этих двух факторов также существуют определенные гендерные различия, по утверждению исследователей. В мировом масштабе вероятность того, что с собой покончит мужчина, на 75% превышает вероятность самоубийства женщины. Кроме того, мужчины вчетверо чаще, чем женщины, становятся жертвами убийств. Тем не менее, женщины в мировом масштабе чрезвычайно часто становятся жертвами насилия. В 2013 году 35% женщин в возрасте 15-49 лет признались, что становились жертвами физического или сексуального насилия. 6. И, наконец, мужчины реже беспокоятся по поводу болезней, чем женщины. Когда мужчины и женщины страдают от одинаковых заболеваний, мужчины, как правило, позже обращаются за помощью к врачам. Например, ВИЧ или туберкулез у мужчин часто диагностируются с опозданием. Соответственно, с опозданием они получают и медицинскую помощь. Это приводит к тому, что они чаще страдают от побочных заболеваний и умирают от СПИДа. Таким образом, стратегии по улучшению доступа мужчин к медицинской помощи могли бы не только выровнять гендерную разницу в плане продолжительности жизни, но и, в целом, ограничить распространение заболеваний в обществе, констатировали в заключении авторы доклада. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.